Неслыханно иностранцы в шоке от реакции американцев на песню «Шаман, я русский». Американцы признались, что более патриотичной песни за последние пять лет они еще не слышали. Певец «Шаман» продолжает покорять сердца его уже на международной арене. Если еще недавно он влюбил в себя русскоговорящую публику и русскоговорящих людей, то сейчас его активно обсуждают и за рубежом. «Шаман» выпустил песню «Клип, я русский», который словил и восторженные отклики, и негативные комментарии, как в Российской Федерации, так и на Западе. Причем даже некоторые отечественные звезданутые артисты возмущались и болтали гадости, услышав эту песню. Но, как говорится, шавки будут лаять всегда. Ведь главный показатель – это народная любовь, а подавляющее большинство поддержало «Шамана», и вот теперь его имя вышло и за пределы Содружества Независимых Государств, СНГ. Американцы, услышав песню «Русский», сначала были удивлены драйвом и мотивом песни. Согласитесь, она ведь очень заводная. Ну а потом, когда они поняли, о чем он поет и какие проникновенные слова в этой песне, то были ошеломлены и впали в шок. Причем в хорошем смысле этого слова, некоторые даже сравнили эту песню с саундтреками из фильма «Роки Бальбоа». Отметим, что этот певец стал мегапопулярным совсем недавно. Песни в его исполнении сразу становились популярными и мгновенно взлетали на самые первые строчки хит-парадов. Поэтому не стоит удивляться, что шаман стал самым обсуждаемым российским певцом. При этом, наверное, мало кто знает, что в течение нескольких лет он безуспешно пытался попасть на эстраду. Настоящее имя певца, которого все знают как шаман, Ярослав Друнов. Он родился в 1991 году в небольшом городке Новомосковск, который расположен в Тульской области. Отец Ярослава – профессиональный музыкант, а мама работала психологом и логопедом, которая, кроме всего прочего, очень хорошо поет. Поэтому нет ничего удивительного, что в их доме постоянно звучала самая разная музыка, и много позже, став уже состоявшимся певцом, Ярослав признавался, что эта музыка выбрала его. Не так давно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил исполнителей, исполняющих патриотичные песни, среди них оказался и шаман. Эта часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки, все, что я могу сказать, заявил Песков, рассказывая, как в Кремле оценивают песню «Встанем» певца-шаман и других исполнителей.